Валерий Боровик, председатель правления Альянса «Новая энергия Украины», основатель компании по производству дронов «Первый контакт». Да, присоединится он к нам с минуты на минуту. Конечно, будем говорить о разработках новых в этой области. Видим, как стремительно это происходит. Все новые и новые беспилотники появляются. Не только те, которые передвигаются по воздуху. Прекрасно работают наши украинские разработки, которые в воде уничтожают российские объекты. Да, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Говорим о дронах. Вот, в частности, о том, как поменялась российская тактика. Они все чаще начали использовать шахеды, обманки во время затяжных атак. Что это за вражеские дроны, которые они используют? Фактически, это дроны, которые не имеют боевой части или же там дорогой электроники. Это дроны и обманки, которые идут пустые. Они вытягивают на себя работу ПВО нашего. Они пытаются вскрыть работу ПВО и локализацию наших возможностей по предотвращению дроновых и ракетных атак. Фиксируют это, если у них есть такая возможность. И потом уже могут нанести удары по этим точкам действия ПВО. Они также показывают, вскрывают, они могут снимать ситуацию, которая еще не разведана. Они стоят не так много, но, скорее всего, больше проблем создают с тем, что на них расходуются снаряды, амуниции, ракеты, которые защищают столицу и другие наши города. Но их все равно нужно сбивать, как мы понимаем, потому что они производят разведку правильно и передают данные. То есть несут такую угрозу. Не только производят. Они могут производить разведку, а могут и не производить, даже без камеры те, потому что это специально они перемешивают с теми дронами, которые реально несут боеголовку и которые будут бить по объектам нашим, по инфраструктуре. Поэтому часть из них это для вскрытия наших систем ПВО. А по звуку, по каким-то характеристикам, может быть, по размерам они сильно отличаются от боевых заряженных? Они стараются делать, естественно, такими же. Их не так легко отличить. Поэтому, если бы ты мог отличить это сразу же и по каким-то характеристикам определить это, то понятно, что на них не реагировало. Но завтра они могут туда подставить боеголовку. И поэтому это не есть, скажем так, панацея. Допустим, действительно, мотор, когда он несет боевую часть, он работает напряжнее. Ты слышишь его, там, другой, можешь слышать другой звук. Но, понимаете, когда ты на расстоянии, там, полкилометра, даже 200 метров, то не так сильно ты можешь это отличить. Давайте поговорим еще о других дронах. Да, развитие технологий удивляет, восхищает. И вот в Китае учения прошли вооруженных робопсов в стае. Они могут использоваться для сбора разведданных и для атак. И вот хотелось бы отметить, что и на вооружении ВСУ тоже есть такие чудо-собаки. И солдаты о них рассказывали. Насколько реально использовать их тоже в стае для тех же штурмов или для отражения атак противника? Во-первых, у нас не так их много. И в России фактически их нет. Потому что у нас это западные разработки, Boston Dynamics. Фактически это тестирование такое. И тут показано просто разворачивание как для какой-то спецоперации. Я не думаю, что еще есть отработанная тактика применения и вообще опыт боевого применения. Действительно, в будущем это да. Сейчас они достаточно дорогие. Нужно смотреть и понятно, что ставить туда системы противодействия РЭБу. Потому что они просто будут отрублены от управления и просто будет урода металла. Поэтому над ними еще нужно работать, чтобы они в реальных боевых условиях были полезны. Украинские разработчики показали свои дроны, которые готовятся к испытаниям. Это аналоги Mavic'ов от DJI. А какие их характеристики и для чего такие дроны предназначены? Смотрите, характеристики разные. Потому что это же не один показывали. И на полигоне были те ребята, которые делают различного типа подобные милитари. Аналоги Mavic'а, который есть кастомным. То есть он предназначен в принципе был для гражданской жизни. Снятие каких-то мероприятий. Его потом адаптировали для работы с градостроительством. Расследование почвы. Различные направления, но не военные. Это мы начали применять в этой войне. Уже делать с него какие-то вещи. Вплоть до сбросов. Но в основном это применяется для разведки. Характеристики должны быть не хуже, чем Mavic'а. Чтобы он мог... Желательно, чтобы он... Не желательно, а однозначно. Чтобы он мог противодействовать окопным РЭБам. И не только окопным. Чтобы он имел хорошую камеру разрешения. И так далее. Поэтому это уже не FPV-дрон. Это дроны, которые летают по миссии. Которые могут зависать над объектом. Которые имеют серьезную камеру с зумом. Для приближения объекта. И снятия видео. И фото о хорошем разрешении. То есть это другого совершенно типа. Чем привыкли видеть FPV-шки наши, которые делали и так далее. Не знаю, насколько ребята как бы подобрались к этому. Потому что мы работаем в ударном сегменте. Результаты будут видны на поле боя. У меня уже не очень много времени. И мы должны заканчивать. Я вам благодарна, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И рассказать всю информацию. Валерий Боровик, председатель правления Альянса «Новая энергия Украины». Основатель компании по производству дрона «Первый контакт» был с нами на связи. Спасибо большое.